Дорог, привет! Доброе утро! Прошлись мы уже по парку и идем прямо в Павельский замок. Все, берем вас с собой, пошли смотреть красоту. Вот, кстати, этот парк называется, как Наташа, я забыла, Плянты? Планты, Планты. Я думала, Плянты. И мы вам показывали его уже, он просто как опоясывает старый город, и мы по нему шли, когда искали, как нам купить билет на Пшемышль, на вокзал Краков-Глобний. А вот буквально мы думали, что нам идти от отеля минут 20, да, дошли минут за 7, наверное. Да, как-то непонятно, так быстро. Может, еще обойти сам зал? Ну вот, какая красота открывается нам. Да, очень много людей с собачками гуляет, и женщина везла. Точнее, сидела с прекрасным мопсиком, подсказала нам дорогу. Вот такая красота. Давайте отдалю вам. Кстати, прекрасные вкусные бублики продаются. Вот, 30 лотых. А мы по 3 покупали, да, ну, возле вокзала покупали. Ну вот. Крамвайчик, лошадки. Так, ну что, вперед? А если честно, как-то не знаю, куда нам идти, наверное, вверх. Ой, лошадки, доброе утро. Пропускаем лошадок, пропускаем. Заворачивает. Наверное, лошадь должна подмигнуть немножко, да? Чтоб мы поняли, что поворот налево у нее. Да, вот такие машинки тоже экскурсионные есть здесь. Ух, красота. Так, все, ну, идем вперед тогда. Ну вот, подниматься нужно по левую сторону от замка вверх. Сейчас поднимемся с вами. Просто каштаны, увидели? Остановились, красота. Интересно, сколько ему лет? Здесь, а по-моему, 3-4. Много, наверное. Так, ну, идем вперед. Кстати, сегодня погода получше 27. Не плюс 13, как вчера. И нет ливня пока. Так что погода радует. Ура! О, красота. Вот, друзья мои, поднимались мы в течение где-то 5 минут. Легким, спокойным шагом. Вот какая красота здесь. Здесь, как деревья шумят. Угу. Ой, а это нарисовано или это... Виском не сделано? Тресочки? А я вот не понимаю, что... Уже плохо видно. По-моему, это сделано из камня. Красота на каждом углу. Ну что, идем, дай-ка я перейду, наверное, чтобы было лучше видно. В общем, спокойно, конечно, до Вавельского замка. А можно дойти на своих двоих. Ну, многие приезжают на машинах, на велосипедах. Что тоже хорошо. Ага. О, красота какая. Все, подошли уж совсем близко. Видела, люди заходят в правые ворота с красным этим каким-то светофором. Вот для машины. А мы идем прямо, потому что нет никакого желания заходить в какие-то красные ворота. Ух, красота начинается. Мы уже в красоте. Смотрите, у вас сзади ромашка. Класс. Действительно, автомобиль с ромашками. Прикольно. Есть ромашки. Так, ну давайте начинаем смотреть красоту. Вот есть билеты, замок. Я не знаю, что такое билеты. Ну, когда или старайся. Не знаю, что за билеты. Пока давайте так погуляем. Там кафе. Ну, там билеты написано, указатель. Ну да, вообще-то. Так что мы пока не знаем, что здесь включено. Много всего читали. А вот и река. Вот и висла. Ветер, кстати, дует сильно. Но погода очень классная. И главное, нет дождя. Ох, красота. Ну, я так понимаю, мы просто пойдем, пройдемся. И внизу еще обязательно найдем Вавельского дракошу. А, да, вон билеты тики. Ну да, там билеты. Но билеты на что непонятно еще. Зачем? Пошли пройдемся. Вот такой ветерок дует. Ну, прекрасно, что солнце и не жарко. А по траве не ходить. Написано, по траве не ходить. Да, вон лапки, язычок. Прикольный указатель, кстати, да. Чтобы уже на всех языках мира было ясно. Давай смотрим, наверное, прогулочные катерки, там рестораны. Да, давайте покажем. Нет, вот у второго ресторана, третьего, наверное, отберу. То, что как-то так. О, селфи-точечка. Ага, точно. Сейчас покажу. Да, колесо обозрения. И зеленая-зеленая такая. Прям долина зеленая. С замком. Замок весь в зелени, в плюще. Ну, вон толпа народу стоит. Сейчас мы подойдем, посмотрим, что там они смотрят. Ну, вот уже подходим к группе. Наверное, это просто экскурсия. Скопление людей. Им рассказывают историю города, показывают виды. Угу, красиво очень. Где-то внизу дракон должен быть. Мы спустимся персонально к дракону и поприветствуем его. Красивая виска, да? Угу. Угу. Это дорожки такие зеленые, ухоженные, да? На берегах обычно, как это, песок. А тут зелень такая. Кстати, ноги помочить нет. Ага. Ну, копеечку бросим. Продвигаемся мы вперед. Вон написано. Замок. Касл. Вон он. Слышно вам, как ветрюган просто, просто воет и дует. Ох, красота какая. Да, это большая такая территория. Здесь можно гулять, можно заходить. Не знаю, посмотрим, во что включен билет. Вот, непонятно. Но если взобраться наверх, то, в принципе, я думаю, мы наверху уже классно показали Краков с Мариатского костела. Очень много людей. И очень радостно, что реально нету дождя сейчас. Потому что вчера было просто потом. Мы просто вчера плавали. Иду вам показать растения, цветы. Как мы соскучились по таким цветам. Ну, раз мы их, правда, видели, когда к нам в Иляйне приезжал сад. Точнее, посадили сад на полтора месяца. Смотрите, какая красота. Какие они все разные. О-о-о, вообще здорово. Где-то Наташа уже потеряла. Так, непонятно. Ладно. Я в такой яркой кофточке. Может, и найдется. Такая красота все-таки. Ну, мне кажется, в Кракове, в любое место в старом городе, глянь, будут вот такие вот здания. Такая красота. Наташа, он где-то сзади идет. Тоже видео делала. Вот, значит, выставки пишут. Такая-то выставка, такая-то выставка. Видимо, музей еще. Рассказ, наверное, как замок строился. Сколько ему лет. Кто здесь жил. Говорят, ну, я читала, что очень много здесь знаменитых людей погребено. Ну, чтобы не утомлять вас скучными фактами, просто показываем, идем с нами. Вы с нами идете по Кракову, по территории Вавельского замка. А если что-то захотите найти, можно найти это в интернете всегда. Ох, какие красивые. Такие цветы на окнах, на подоконничках. Я надеюсь, вам видно, что меня так немножечко камера светит. Так, давайте подходим. О, красиво. О, красиво. Ну, красиво было очень. Ну, вот, в принципе, это вот давнина, старина, наверное, где был действительно вот начальное построение замка. Я просто уверена в этом. Старые такие, старые какие-то, ну, не сваи, кирпичи. Я вообще не знаю, что это даже покрытый мхом. Красота. Вот в далеке, если слышите, снова играет трубач. В старом городе, который, в общем, предостерег город от опасности, но получил стрелу в горло. Так, наверное, потом еще с вами пройдем туда. Туда идут много туристов. Вот, кстати, очень часто в окнах, в окнах можно заметить фресочки интересные. Ну, давайте просто уже так встанем, вот, полностью панораму посмотрим. Всего красивого строения, всего замка. Вот он как выглядит. Вот такая красота, друзья мои, вот такая красота. Наташ, ну как, впечатлена? Красиво. Ну, красиво, поглядите, территория очень большая, да? А видишь, там, я думаю, древние строения, вон там, который был. Суночь-то. Народ, ну как вам? Поставьте лайк. Так, зашли, купили билеты в кафедраль, да, внутрь. 22 злотых один билет стоит. Можно аудиогид. Можно брать аудиогид, но мы не захотели, потому что не так много времени. И сказали, что снимать можно вверху и внизу, а вот в центре нельзя. Ну, посмотрим, короче. Идемте, посмотрим, что там могут нам предложить. Что там такого? То есть я понимаю, вход там, где стоит молодой человек. Вон там вот. 22 злота? Ого! Ну да, прилично. Прилично. Так, вот памятник папе римскому, который был поляк, и они очень этим гордятся. А вот вход. Наверное, очки спрятать надо. Все, сюда мы сейчас зайдем. Так, народ, смотрите, сейчас мы заходим туда, и фотографировать там именно внутри нельзя. Ну вот такой красивый слот. Мы пока еще не внутри. Мужчина хочет поднять. А, окей, идем. Ну вот в гробнице уже снимать можно. Тут похоронена королевская семья. Ну, в принципе, очень красиво. Наташа не впечатлена. Сказала, что она уже устала от гробов и гробниц. Ну что я сказала, Наташа? Я же ходила с тобой в Сингапуре на выставку Мане, Мане и Ренессанса. Ну вот и ты терпи. Да, это еще только вход, все только начинается. А у нас сказала ВШ. Проблица и ВШ. Да, нужно вниз идти и потом наверх. А где же это? Так, спускаемся вниз. И знаете, уже холодно. Ну, не от страха, а просто дует ветер такая. Тут я понимаю, вот все эти деятели важные, они похоронены здесь и здесь. Их мемориалы, памятники. Ну, такие очень древние стены, такие холодные. Такой аж холод просто. Вот. Дженерал или генерал Владислав Сикорский. Ну, я про него слышала. Вот корона прям. Красивые такие гробы, конечно. Ну, наверное, это не совсем увеселительное видео. Ну, как сказала Наташа, гробов она уже в других музеях насмотрелась. Мне корона нравится. Ну, красиво же сделано. Ну, вот еще идем дальше, прокискиваясь сквозь решетку. Очень много здесь красивых гробов, красиво оформлено. Здесь очень-очень прохладно. Знаете, вот идем дальше. Напоминает пещеру Страфа. Нам она приезжала, чекословацкий зоопарк в Советском Союзе еще. Типа опа, гроб, опа, гроб. Ну, я вам не все показываю, а так выборочно. Наташа спрашивает, в чем прикол. Ей здесь не нравится. Ну, вот гроб президента Лева Качинского, которого сбили русские. И об этом сейчас очень ярко сказал гид на английском языке. Большая трагедия. Здесь уже вход в звон Сигизмунда, да, колокол Сигизмунда. Здесь уже вроде как можно снимать. Пока не понимаем, что это. Что-то очень древнее. Ну-ка. Old Clouper of the Bells. Да, это вот этим били. Это. Наташа, чувствую, ждет нас. Еще один подъемчик. Долгая дорога. Берегите голову, да? Наташа там пока еще не идет. Не уже идет. Вот люди просто назад спускаются задом. Что-то там высоко. Чтобы вы понимали, народ, она еще уже, чем Мариатский. От я на Мариатский ругалась. То была еще широкая. Ух ты. Вот нам туда аж. А вот смотри, какой проход. Наташа, пройдешь? Я или прошла? Иди сюда. Я просто засниму твой проход. Среди Наташа, да? А если мужичок с плечами? А ты снимала колокола? Ну да. Колокола вот видны. Вот они висят. Ох, за нами толпа, поэтому поднажмем. Ну вот мы вышли. И это похоже все. Сейчас посмотрю, зачем мы сюда лезли. Честно, очень стремный подъем. А на спуск вообще я камеру спрячу. Вот такая красота открывается. И очень холодно, очень дует ветер. Ну, в принципе, как-то так оно выглядит. Колокол Сигизмунда. Толпа народу, очень много людей. Наташа, которая спрашивает, зачем мы сюда вообще пришли. Ну, имеется в виду, за потери 22 злотых. Ну, реально как-то, ну, дороговато. И пока какого-то такого кайфа, как в Мариатском костеле, я не ощущаю. Что ты говоришь? Говорю, что такого кайфа, как в Мариатском костеле, я не ощущаю. Много людей. Ну, не знаю. Мы видели гробы, конечно. Мы видели вот панорама. Тут она через решеточку. Ну, посмотри, какой колокол здоровый. Это ж внизу вот этот пейстик или как сказать. Колокол классный. Ну, вот даже мы с тобой подготовлены, да? Мы тренируемся, находим зал. Очень тяжелый, очень узкий подъем. А смотри, а сейчас спуск будет вообще-то большой. А интересно, спуск в другой стороне, вот же, на правой. А вон, по-моему, люди, да, выходят. А спуск в другой стороне, но я его снимать не буду, а лучше спрячу камеру. Так, народ, смотрите, выходим уже из музея Папы Иоанна, да? Иоанн второй, да? Иоанна Папуа второй. И тоже он входит в наш билет. А вот объем на эту колокольню. Очень рекомендуем только подготовленным людям, потому что и спускаться было очень стрёмно. Ну, потихоньку, но так некоторые люди, как вы видели, возвращались. А еще, кстати, вот туалет. Насчет туалета. Здесь есть ближайший туалет, он не включен в наш билет. То есть нам нужно возвращаться так прилично где-то, чтобы попасть в туалет бесплатно. Можно поплатить 3 злотых, но... Мы как-то не хотим тратить такую тему. Да, поэтому, кстати, смотрите, туристов-то прибывает сейчас уже очень много. Мы еще в хорошее время, мы где-то в 10 подошли, а сейчас уже 11-20, так мы не так много здесь времени потратили. Вот, смотрите, еще раз музей Иоанна Второго, Папы Римского, который был поляком. Да, их особо не ходят, потому что они не знали. Честно, мы-то сами пошли туда, потому что мне вроде как подсказала девочка, что там туалет. Вот, теперь в туалет нам нужно возвращаться. Ну, ничего страшного, вернемся, а потом покажем еще Бабельского дракошку. Ну, вот, кстати, не пошли мы к дракошке, пока пошли мы налево к замку. Просто покажем, не знаю. Наташа говорит, может, в замке это интересно. Что-то она гробницами не впечатлилась. Вообще, скажем так, если денег не очень много, то можно и не ходить туда. Мы вам все уже показали. Что ты рассказываешь? Говорю, если денег не очень много, можно туда и не ходить. Наташа вообще... Нет, я... Наташа вообще... Ну, и, скажем так, честно, колокол, взбираться и смотреть с решетки вид, посмотреть колокол, ну, как-то тоже, не знаю. В Марианске было красиво. В Марианске рекомендуем, очень. В Марианске очень рекомендуем. А если денег вообще-вообще мало, только на один дост, идите вверх сразу, вот, идите вверх. Посмотреть на саму. Смотрите, тут тоже красота какая-то. А мы уж прям хотели уходить. Ух ты! Мне ничего не видно, потому что солнце... А, красота. Все, все уже видно. Вот экскурсии ведутся. Рассказывают про замок. Снова красивейшие фресочки. А мне нравится слив воды. Как голого дракона. Я увеличила уже, да, красота какая. Ну, в общем, да, если тут интересуют экскурсии, можно тут весь день провести. Видите, мы выбрали билет, чтобы посетить гробницы и колокол. Посмотреть сверху. Не сильно впечатлились. Показали вам, почему. А вот замок тут что-то отдельное. Вот, народ, что я вам скажу. Я просто пролезла здесь, потому что мы нашли туалет. Просто тоже платный. Я не считаю, что я должна платить два злотых. Я заплатила 22. По-моему, хватит. Друзья мои, спустились мы уже из Бабельского замка. Такие красивые стены. Сейчас идем к дракону. Просто возвращаетесь оттуда, где мы начинали съемку. Просто сворачиваете влево и спускаетесь, и вы уже внизу. Ну что, прошли мы буквально метров 50. И вот уже видим дракона. Вот он. Вот он, вавельский дракон, который терроризировал весь город. Все, что от него осталось. Да, да. Все, что от него осталось. И пастух просто скормил ему баранчика, набитого серой. Дракону стало плохо. Стал он пить из речки вислы и лопнул. Ну, в общем, такая вот. Такая короткая интерпретация рассказа. А еще он каждые 5 минут, кажется, извергает плана. Зачем-то люди туда залазят. Ну, наверное, это можно. Правильно делаешь и залазят. Тоже прикольно. Везде продаются здесь дракончики сейчас. Но стоимость 25-35 дирхам. О, дирхам. Злот их, что, в принципе, дорого. Так, ну что, подождем пламя. Будет ли он извергать его? Или в столь тяжелое время. Да, или в столь тяжелое время драконы экономят. Ну, ты знаешь, когда мы шли, не было пламени, потому что люди так, оу, кричат. Знаешь, не было никаких криков. О, поэтому что-то мне... Ну, вот уже 3.33. Вот и пламя. Дождались. Ну и все. Бетные листики там все время. Да, листья просто опаленные уже. Все. Да, вот так вот. И все ждали этого момента. Все ждали. Ну что, вкратце, про Вавельский замок. Скажем так, по территории... Так мы в замке и не были, по сути. Мы сам не захотели в замок. Территория красивая. В гробницы можно не ходить. 20-20 лет, это дороговато. Если вы любите это все, пожалуйста... Ну, я не люблю, например. Я уже поняла, что мне это не нужно. Абсолютно, Краков. Лучше посмотреть с Мариатского костела. Мы это уже показывали. Так что, возможно, попадем когда-нибудь в Вавельский замок. Покажем вам его. Дракона рекомендуем. Прикольно, как бы. Вообще, погулять по территории Вавельского замка, то обязательно. Тем более, гулять по территории бесплатно. Все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем добра. Пока.